Привет, Данил! Я слушал звонок, которым тебе не удалось продать. Давай помогу разобраться, почему. Каждый клиент индивидуален, и нужно понимать, что для него является главным и важным. Вся наша жизнь состоит из цикла ценностей. Для кого-то важны сроки получения товара, а кто-то испытывает особое удовольствие при снятии пленки с нового упакованного смартфона. Как ты думаешь, что было важно именно для этого клиента? Молодец! Ты верно подметил, что этот клиент ценит время. Ведь он торопил тебя при подтверждении заказа. Жаль, что мы поняли это только сейчас. Я покажу тебе ситуацию, в которой точно был каждый из нас. Ты проспал, спешишь на работу, и у тебя есть ровно 5 минут, чтобы забежать в магазин и взять круассан. Заранее подготовив деньги и выбрав товар, спешишь на кассу, где тебя с улыбкой встречает кассир. Ты говоришь, очень спешу. В ответ слышишь, конечно, конечно. Пакетик надо? Нет? А может вам в маечку положу? Давайте бонусную карту. Как нет? Сейчас все оформим. Могу вам еще пополнить счет. Также у нас есть карточки на бензин со скидкой. Так и здесь. Множество фраз клиента не смогли остановить тебя в предложении. Значит ли это, что не нужно предлагать сервисное обслуживание? Конечно же нет. Ведь в начале диалога мы выяснили, что время это то, что очень ценит клиент. От этого и будем отталкиваться. Представим, что у нас есть 30 секунд. Я предложу вам то, что поможет сэкономить самое ценное – ваше время. У тебя же такой большой опыт. Ты же знаешь, что многие клиенты недовольны именно длительным ожиданием. Из своего опыта скажу. В среднем срок ремонта техники в сервисном центре 23 дня. Плюс где-то нужно найти машину. Как-то упаковать товар, отвезти и вернуть обратно. Наша компания готова предложить вам защиту от любой поломки, даже не гарантийной. И взять все эти хлопоты на себя. Сможете использовать это время в свое удовольствие, не отвлекаясь на починку техники, если что-то пойдет не так. Если интересовало, не нужно перегибать. В голове держи ту самую ценность клиента. Подтверди заказ, поблагодари за покупку и попрощайся. Да, продажа не состоялась. Но я тебе уверяю, твоя ненавязчивость и забота оставят приятное послевкусие от контакта с компанией. При следующем заказе клиент вполне возможно задумается о защите. Что ж, подведем итог. Твоя задача с первых минут услышать клиента и понять, что ему действительно важно. Бей четко в яблочко. Используй только те аргументы, которые отразят его ценности. Говори главное преимущество сервиса четко и лаконично. Ведь наша главная цель, чтобы клиент остался доволен и точно вернулся к нам снова. Надеюсь, теперь ты знаешь, как сделать свою продажу приятной и для себя, и для клиента. Вперед!